Здравствуйте, уважаемые любители шашечной игры! Сегодняшнее видео предназначено именно для вас. Я думаю, что профессионалам оно будет мало интересно. Год назад я записывал видео, которое вам, многим из вас, понравилось. Оно называется «Основные принципы игры в русские шашки». Если же вы не смотрели данное видео, то, пожалуйста, пройдите вот по этой подсказке. Я ее оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите сперва его, а затем возвращайтесь к просмотру данного видео. Так будет более правильно. Сегодня мы с вами поговорим об основных принципах игры, изложенных в трехтомнике замечательного нижегородского гроссмейстера Максима Федорова. В своей энциклопедии Эншпиля в третьем томе он изложил некоторые принципы игры, которые я тщательно проанализировал, и сегодня хочу поделиться ими с вами. Первое. Старайтесь получить материальное преимущество. Преимущество в виде шашки в позиции без особенных слабостей обеспечивает выигрыш. Ну, простейший пример. Допустим, белые пошли CD4, черные ответили FG5, и белые глупо поставили тычок. И после размена выясняется, что черные отдают одну шашку, а забирают две. Вот этой лишней шашки достаточно для победы черных. То есть, черные, в принципе, должны победить. Обычно дамка равна примерно 2,5-3 простым шашкам. Но сила дамки зависит от степени ее свободы. Рассмотрим данную позицию. У белых единственный ход G6. То есть, ход FG3 или HG3 невозможен, потому что после этих ходов черные зажмут позицию белых и легко выиграют. Поэтому белые нападают, черные играют FE5, и белые бьют одну шашку и попадают в дамки, а черные бьют две шашки и попадают в дамки. То есть, черные сейчас выиграли шашку, но белые отыгрывают шашку у черных, отдают еще одну и забирают две. То есть, белые уже отыграли шашку. Следующим ходом они заберут, допустим, пошли так, побили еще одну шашку уже у белых лишняя шашка. И обратите внимание, что в этой позиции у белой дамки она может ходить по двойнику, вот по этой линии, может занять большую дорогу, то есть, будет контролировать эту линию, может занять верхний двойник, то есть, уйти уже контролировать вот эти поля. А дамка черных не имеет ни одного хода. То есть, в принципе, дамка черных, вот в этой позиции, она, сила дамки равна одной шашке. А вот эта дамка, сила этой дамки равна примерно 2,5-3 шашкам. Поэтому в данной позиции белые легко побеждают. В начале и середине партии надо стараться занимать своими шашками центр. То есть, за белых это поля С5, Д4 и Е5. И, соответственно, для черных это поля Ф4, Е5 и С5. В конце партии, когда на доске уже есть дамки, старайтесь шашки держать на борту, так как они менее подвержены атаке со стороны дамок. То есть, в конце партии шашки в центре держать невыгодно. Наоборот, следует стараться как-то их увести на борт. То есть, занимать бортовые поля, вот эти вот. Чтобы дамка соперника не могла напасть. В начале партии не следует для белых занимать пункт Е5. И, соответственно, для черных пункт Д4. Так как эта шашка будет подвержена атаке и окружению со стороны соперника. Когда же на доске остается 4 или 5 шашек, то наоборот, выгодно занимать для белых пункт Е5, для черных Д4. Так как эти шашки выгодно стоят в центре и плюс разъединяют силы соперника по флангам. Занимать пункт С5 для белых и пункт Ф4 для черных выгодно, когда есть прямая или косвенная защита. Ну, рассмотрим простейший пример. Дебют колл. СД4, БА5 и белые размениваются. С помощью размена они занимают сильное поле С5. Когда у белых шашка расположена на С5, а у черных на поле А5, то вот эта шашка называется колл. Если же у черных, допустим, нет шашки на поле А5, ну, например, такой дебют. СД4, ФЖ5, ДС5 и разменялись. То есть, видите, в этом дебюте у черных нет шашки на А5, то такая шашка называется тычок. То же самое для черных. То есть, в этом дебюте, допустим, в дебюте колл, видите, у черных есть три нападения. Вот эти три шашки могут напасть на шашку С5. А у белых, соответственно, есть три защиты. То есть, с этой стороны, если нападения будут отсюда, и с этой стороны три защиты есть, как минимум. Если черные будут нападать с этой стороны. Ну, например, пример прямой защиты. Черные нападают, белые закрываются. Побили, побили. Черные подтягивают шашку, нападают, снова белые закрываются. Побили, побили. Черные подтягивают шашки, белые подтягивают, черные нападают, побили, побили. То есть, все, больше нападений у черных нет. Соответственно, было три нападения, и было три защиты. Поэтому шашка С5, коловая, она здесь сильна. Кроме того, зачастую бывают примеры косвенной защиты. То есть, например, на такое нападение белые не обязаны закрываться так. Они могут разменяться и вот таким образом. То есть отдали одну, отдали вторую и произвели так называемый удар по затылку, как я его называю. То есть, видите, отдали две, забрали две. Позиция равная. Вот это пример косвенной защиты. Один из примеров. Если же у белых нет, допустим, после размена искусственно уберем шашку Б2 и шашку Ф6 у черных. То есть, что произошло? Просто проанализируем эту позицию. У белых осталось только две защиты, если черные будут нападать с этого поля. А у черных есть три нападения. То есть, соответственно, белые потеряют шашку. И обратите внимание, у черных мы убрали шашку Ф6. То есть, исчезла косвенная защита. Вот этот размен по затылку. То есть, что получится, белые просто останутся без шашки. То есть, видите, даже белые не успевают напасть, потому что черные разменяются и поставят так называемый рожон на поле С3. То есть, занимая пункт С5 для белых и, соответственно, пункт Ф4 для черных, всегда убеждайтесь, что есть прямая или косвенная защита. В шашках всего есть три мотива для проведения комбинации. То есть, для форсированного получения материального или позиционного преимущества. Первый мотив – это решетчатость. Второе – открытое дамочное поле. И третий – роздых или свободный темп. Ну, давайте рассмотрим первый – решетчатость. Решетчатость – это то есть, когда между шашками соперника есть свободные поля. Видите, вот у черных решетчатость есть. Ну, и у белых тоже есть свободные поля. То есть, вот это решетчатость. И за счет решетчатости белые в данной позиции могут провести комбинацию. То есть, можно отдать одну шашку, затем вторую, затем третью. Ну, и как бы черные не били, либо в эту сторону, либо в эту, все равно мы бьем шашкой Е1. Отдали три, забрали четыре. То есть, мы уже знаем, лишняя шашка позиции без особенных слабостей ведет к выигрышу белых. Теперь пример ослабленного дамочного поля. Всего у белых четыре дамочных поля. А1, С1, Е1 и Ж1. И, соответственно, у черных также четыре поля. Это поля B8, D8, F8 и H8. Их без особой необходимости, особенно в начале партии, ослаблять не надо. Так как соперник может провести удар или комбинацию и пройти в дамки. Ну, простейший пример. СД4, ДЦ5, БЦ3, СД6, СБ4. Черные размениваются назад. Так называемый дебют отыгрышей. Белые сдвигают шашку А1. Теперь черные играют А, Ж5. И белые допускают сразу две ошибки. То есть у них ослаблено дамочное поле. Плюс они неосмотрительно нападают, связывают шашки черных. То есть это так называемый роздых тоже, когда соперник нападает или связывает ваши шашки. Теперь черные проводят комбинацию. Отдают две шашки. Затем третью. Ну и как бы черные не били, белые не били. В эту или в эту сторону, без разницы. Черные попадают в дамки. И легко выигрывают. То есть что произошло? Черные получили материальное преимущество. То есть сейчас на доске, друзья, у белых 8 шашек, у черных 7 шашек и одна дамка. Но одна дамка равна, как вы уже знаете, примерно 2,5-3 шашкам. То есть у черных значительный материальный перевес. И они должны легко победить. То есть, друзья, старайтесь, соответственно, шашки держать монолитно. То есть, допустим, создавать колонны какие-то, а не просто двигать шашки вперед. Допустим, так двигаем вперед. То есть у нас решетчатость создается. Шашки должны располагаться монолитно. Кроме того, не следует ослаблять дамочные поля, так как соперник может провести комбинацию. Кроме того, когда у нас ослаблены дамочные поля, то у нас нет упоров для разменов. То есть белые в этой позиции никак не смогут разменяться, допустим, если черные подойдут ближе к белым. То есть, а были бы, допустим, упоры, вот даже такие, белые уже бы могли провести, допустим, вот такой ударчик. То есть шашки, они между собой взаимодействуют. И сила шашек значительно увеличивается, когда у шашек есть упор для размена. Кроме того, друзья, когда нападаете на шашку соперника, посмотрите, не может ли соперник провести удар или комбинацию. Ну и, соответственно, если соперник нападает на ваши шашки, посмотрите, нельзя ли вам провести удар или комбинацию. Теперь, друзья, поговорим об оппозиции. Седьмой пункт. Оппозиция в окончании является преимуществом. Что такое оппозиция? Оппозиция это противостояние белых и черных шашек. Когда они располагаются либо друг напротив друга, либо даже если далеко. То есть в этой позиции, чья очередь хода, тому невыгодно ходить. То есть, видите, если очередь хода белых, то белые могут с помощью жертвы такой или такой достичь ничьей. И обе стороны пройдут в дамки с ничьей. А если очередь хода черных, то они здесь даже проигрывают. То есть как бы они ни жертвовали, либо так, либо так, все равно они не успевают пройти в дамки. Так как белые быстрее проходят в дамки и выигрывают. Поэтому оппозиция, обладание оппозиции является преимуществом в позиции. Усиленная позиция является преимуществом и в середине, и в конце партии. Что такое усиленная позиция? Это, например, вот такое положение шашек. Видите, когда одна белая шашка держит две шашки черных. Ну, например, или такое положение. Или такое положение. Все это усиленная оппозиция. Наивыгоднейшая оппозиция является преимуществом вне зависимости от очереди хода. То есть усиленная, наивыгоднейшая оппозиция за белых будет вот такая. Когда шашка белых находится на поле B6, а шашка черных на поле B8. Например, в этой позиции белые побеждают независимо от очереди хода. То есть, если ход белых, они занимают, видите, оппозицию против этой шашки. То есть, допустим, ну пошли сюда, 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 сюда. Видите, черным некуда ходить. Если бы в этой позиции был ход черных, то как бы они не пошли, все равно побеждали белые. Допустим, пошли сюда, 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 сюда. Черные вроде бы заняли оппозицию, но белые за счет наивыгоднейшей оппозиции у них есть ход и, видите, черным некуда ходить. Поэтому наивыгоднейшая оппозиция является преимуществом вне зависимости от очереди хода. Оппозиция меняется при обычном размене. То есть, допустим, такой пример, простейший. В этой позиции белые побеждают вне зависимости от очереди хода. То есть, сейчас рассчитаем оппозицию. При ходе белых оппозиция в пользу белых. То есть, допустим, пошли сюда, 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 сюда. Все, черным некуда ходить. Если очередь хода наоборот, тут черных, все равно побеждают белые, потому что черные ходят. Сейчас оппозиция в их пользу, но за счет размена белые меняют оппозицию на противоположную. То есть, сейчас оппозиция в пользу белых уже стала. То есть, на любой ход побеждают уже белые. То есть, обладание разменами является преимуществом в позиции. Ну, имеется в виду в конце партии. Скользящий размен оппозицию не меняет. То есть, возьмем такой пример. Вот пример скользящего размена. То есть, в этой позиции белые при своей очереди хода побеждают. То есть, надо ходить именно на поле F4. Вроде бы укажется, что у черных есть размен. Но видите, этот размен скользящий. То есть, белые бьют вперед, а черные как бы напротив них бьют также вперед. И получается как бы скольжение такое. Видите? Побили, побили. И вот этот размен называется скользящий. И здесь, видите, оппозиция не меняется. Поэтому побеждают белые. Восьмое. Старайтесь играть своим сильным левым флангом. А на правом фланге в течение первых пяти ходов старайтесь не делать ходы. Почему так происходит? Потому что если убрать центральные шашки и белых, и черных. Вот эти вот шашки являются центральными. То выясняется, что на левом фланге у белых видите пять шашек. А у черных, соответственно, противостоящему флангу всего четыре. Здесь, наоборот, у белых на правом фланге четыре шашки. У черных на левом, соответственно, пять. Поэтому выгодно атаковать левым флангом, правый фланг соперника. Девятое. Надо стараться уменьшить слабости в своей позиции. Или играть на слабость в позиции соперника. То есть к слабостям относится недостача материала. То есть у соперника лишняя шашка, допустим, или у вас. Решетчатость, мы это смотрели. Допустим, мы не знаем данную позицию. Она нам слабо знакома и, наоборот, знакома сопернику. Оголенный фланг у нас или центр. То есть разрыв по флангам также не выгоден. У нас есть бортовые шашки. То есть в начале и середине партии выгодно занимать центр. Бортовые шашки – это слабость. У нас есть неэкономичная связка. То есть, допустим, в такой позиции, допустим, видите, вот такая связка будет за белых неэкономичной. То есть, видите, у черных участвуют в связке всего три шашки, а у белых четыре. То есть такая связка неэкономичная. Есть у нас, допустим, отсталые шашки. То есть у белых есть отсталые шашки А1 и А2. И, соответственно, у черных А7, А8. То есть у всех шашек есть один или два хода возможных. И есть, кроме того, одна или две возможности для взятия. У вот этих шашек отсталых А1 и А2 есть только одна возможность хода. То есть здесь так, здесь так. И только одна возможность для взятия. То есть только вперед. У любой другой шашки, можете проверить, даже вот у бортовой шашки, допустим, есть хотя бы один ход и хотя бы две возможности для взятия. То есть запомните, вот эти шашки А1 и А2, они являются отсталыми, самыми слабыми. Кроме того, возможно, какие слабости еще? Это скученные параллельные шашки. То есть вот такие шашки тоже невыгодно для белых, соответственно, для черных. Вот такое положение шашек в середине игры называется параллельные. Малоподвижная дамка. То есть, пример мы видели уже, когда у дамки мало ходов. Отрезанные дамкой простые, когда, допустим, одна дамка легко держит три или четыре шашки соперника. То есть вот эти шашки тоже невыгодные. В дамочном окончании невыгодные, непроходные, простые в центре доски, которые возможно атаковать. Ну и кроме того, при техничном разыгрывании в середине игры слабостями могут быть переразвития и также блокада своего правого фланга. Ну и последние два совета. Выигрыш почти всегда один. Если вы видите несколько выигрышей, то возможно, что один из них ведет лишь к ничьей. Поэтому всегда аккуратно играйте, проверяйте все возможности. Ну и последний момент. Играйте до конца. То есть, если есть хотя бы минимальная возможность, чтобы достичь ничьей хотя бы, то играйте. Но если, допустим, вот в такой позиции, видите, у черных нет возможных ходов, то есть черные вынуждены только отдавать шашки, то, конечно, в таких позициях надо сдаваться, надо уважать соперника. Друзья, если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, отвечу на все вопросы. Кроме того, для начинающих я рекомендую два своих плейлиста. Первый плейлист это комбинации в русских шашках. И второй плейлист, можете посмотреть, это рекомендации для начинающих игроков. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях.